30 годов минулась того часу, як опошний советский солдат покинул землю Афганистана. Але допомненько увойнам-интернационалистам не стихают потоки людей. Яны приходят сюды по заклику сердца, ка поддать зданину поваги загинувшим. Традиционно шмат ветеранов афганской войны. Для их яна стала не просто часткой биографии, яна тихим болем на зауседы поселилась у души. Каждый день, каждый месяц все это в памяти осталось. И видел смерть и погибших, и друзей, и товарищей, и солдат. Это все тяжело на душе, остается до сих пор памяти. Незабываемо. Вот честно, что все перед глазами буквально. В голове было одно. Как бы семью видать и все. А политики никаких слов там не было. Все. Каждый выполнял свои обязанности. Я правильно, Сережа, говорю? Абсолютно. Выполняли свои обязанности. Не думали, как сейчас говорят, зачем туда мы поехали, что мы там делали. Мы делали то, что нам было приказано. 5 тысяч уродженцев Убрызской в области прошли афганское пекло. 117 так и не вернулись от домов. Убрызцы 28 семьи устратили у афганской войне своих сынов, мужов и батьков. Яны Побач на портретах. Назовсёды молодые. Была необъявленная война, которой гибли наши солдаты и офицеры. Но жизнь продолжается. Я вырастила сына, который стал офицером. Сейчас работает юристом. У меня три внучки. И хочу, чтобы было мирное небо над нами. И никогда не было войны, чтобы больше наши внуки, наши дети. И мы этого не испытывали, что мы испытали. У гонора всех загибших в Афганистане допомника воинам-интернационалистам ляглевянки и кветки. У их гонора хвилина молчания и воинский салют. Каждый год, вы видите, идёт поток людей к нашему памятнику в парке воин-интернационалистов. Да, нас сплачивает этот день. Особенно мы встречаемся, общаемся. Потому что, в первую очередь, конечно, вот именно матеря и вдовы погибших, для них мы должны помнить, мы должны им помогать во всём материально, духовно и не забывать их. По завершении митинга ветераны-афганцы, родные и близкие воинов-интернационалистов, отправились на панихиду в память об загинувших и наведали их могилы. Людмила Салзина, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».